Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня у нас очередной выпуск кухни. Мы будем говорить обо всем, что произошло на этой неделе. И вот опять, я не буду перечислять большое количество детей. Те, кто находятся в чате мам, те видят, какие изменения происходят, читают. И в принципе, эта информация для вас, она уже есть. Мы немножко поговорим о полезных сегодня вещах. Уйдем в то же самое время и об этом тоже. Итак, начнем мы с наших стажеров. С Ирины и Ирины из Канады. Павлюкова, Романова, две Ирины. Мы все их пытаемся перетянуть из учеников в стажеры. И пока там решаются наши договорные отношения, они работают, продолжают с животными. А через животных они все-таки вынуждены влиять и на их владельцев. И вы знаете, нам приходят благодарности по ним. При всем том, что мы уже и материалы публиковали, и все равно идут благодарности. И даже связь. Вот они поработали, и животному становится лучше. Животное идет на поправку там и так далее. А очень много, когда и хозяева приходят в другие состояния, и у хозяев меняется здоровье. Ну правильно, потому что связаны. Связаны животные и владельцы связаны. Да, очень часто животные на себя берут помощь такую негласную по здоровью владельцу. У владельца там подагра, у животного проблемы с поджелудочной железой. У владельца там какая-то болезнь, и у животного это же болезнь. В принципе, это уже замечали многие, да. И вот когда работаешь с животным, и на владельцах это тоже проявляется. И вот эта обратная связь приходит. На сайте ПопБай мы пока публиковать все просто не успеваем, иначе будет завал. Я когда уже смотрю те ленты, которые у нас там есть, отзывов, обратной связи и всего, я понимаю, что надо что-то делать с ресурсом, потому что он будет плохо искаться, потому что там он перегружен. Кроме того, у нас на этой неделе проводились клубы, и они сейчас активно у нас работают. Три клуба, и вы можете даже по тематикам и по тренерам выбирать, с кем вам комфортно тренироваться. И это продолжать делать, потому что клубы работают. Кроме того, приходит очень много благодарностей нам, связанных. Ну, вот просто благодарности. Когда просто пишут, Ирина, Наталья, спасибо, спасибо за то, что изменилась система взглядов, ценностей, мировоззрений и так далее. Такого тоже приходит очень много. Какие-то вещи опубликованы на ПопБай, ну, наверное, самые красивые. И есть то, что мы делали с скрином, для того, чтобы вы видели, что это реальное сообщение, что это не написано кем-то под копирку, под диктовку, кто сидит нам там и строгает эти письма благодарности. На самом деле, проект наш уникальный. Вы можете видеть, что такого количества благодарностей и положительной обратной связи нет ни в одном проекте. Даже в медучреждениях такого нет. Даже с любимыми своими учителями, наставниками и так далее, люди их столько не благодарят, сколько приходят к нам в проект. И мы понимаем, что это об искренности, это об открытости и это о проявлении силы человека. Ведь в конце концов сказать спасибо не все люди могут. Даже тому же самому врачу, вот, казалось бы, тебя вылечили, и ты можешь формально кинуть спасибо, а можешь вообще не кинуть. Ну, просто вышел и вот так прошло. Он тебе должен был. Просто пока в нашем обществе есть проблемы, наверное, на эту тему. А это проблемы, это даже не проблемы воспитания. Это проблемы состояний человека. Когда человек находится в глубоких состояниях подавления себя, там где-то вины, обиды, злости на весь мир, да, весь мир ему должен, там еще что-то. В этих состояниях слишком, из этих состояний слишком далеко до благодарности. Вот если вы посмотрите шкалу Хокинса, вы увидите, что до благодарности, это как по шпалам до Москвы, да, из Минска. Поэтому очень многие люди просто, в силу того, что они даже, наверное, не знают, что эти состояния существуют, вот, они не могут даже из себя выдавить спасибо другому человеку. А иногда это объясняют себе, ведь я же должен сказать, что я благо дарю этому человеку. А я не хочу ему дарить благо. И это тоже, ну, наверное, об интеллекте, да, и не только о воспитании. А еще на этой неделе к нам приходили... Жадности. Ну и жадности тоже, да. Кстати. На этой неделе нам приходили отзывы по поводу наших курсов и тренингов. Самый интересный про выход из боли я опубликовала. Потому что он был такой, он был очень искренний, вы можете почитать. Человек написал, как действительно меняется жизнь. И какую роль это сыграло в его жизни. На самом деле, вот, все, что касается наших практикумов, они уникальны. Они уникальны и практикумов, и коллективных погружений. Там есть материалы, которые вот просто на ночь можно сидеть, под них грузиться, и потом работать, осознанно тренируясь создавать следующий свой день, вот в том варианте, в каком вы хотите прожить. И есть точно так же к осознаванию большой объем материала, выход из боли. Это когда у человека есть боль душевная, духовная, какая хотите, психическая, психологическая. Если человеку плохо и больно, то при помощи этого практикума можно держать себя за волосы и тащить из болота. И тогда можно не утонуть, тогда не завалиться в депрессию или в заболевание какое-то более серьезное. А вот депрессию я не отношу к очень серьезным заболеваниям, хотя на меня сейчас могут накинуться психиатры, рассказать, как сложно она лечится. Но мы просто видим другую подоснову этой болезни, поэтому мы к ней относимся так уважительно, но на расстоянии. И мы понимаем, что очень больно просто надо будет пинать человека. Кроме того, на этой неделе мы получали обратную связь по практикам. И в наших отзывах, и в моментах, когда мы общались с людьми, с кем мы работаем. И больше всего вопросов возникало по практикам легализации чувств, зеркала, анкеты осознавания и счастья. Поэтому мы немножко на этих практиках остановимся сейчас, еще раз проговорим для того, чтобы вам же было легче. Все, что касается легализации чувств, надо научиться. Эти практики надо сделать привычкой. Это не значит, что вы сделали их 120 дней, и вы отвалились. Нет, вы за 120 дней сформируете привычку на все оставшиеся жизни. Привычку любить себя, принимать себя, ценить себя, замечать себя, вообще замечать свои проявления. Это одна привычка. Вторая привычка – замечать свои эмоции и утилизировать их самостоятельно. Вы же в конце концов смываете в туалете за собой, да? То есть иногда человек ходит на природе, он не знает, как там смыть, да? Иногда человек ходит в выгребную яму. Он понимает, что это не очень комфортно, ну, блин, там тоже не особо смоешь, ну, ладно, пусть есть, да? И точно так же есть уже более продвинутая цивилизация, физический план, да? Есть унитазы. Вы в унитазе же за собой не оставляете, вы смываете, там уже есть эта опция. Ну, так, ребят, давайте мы уже из леса, уже вышли в выгребную яму, давайте уже выйдем к унитазам. Только в отношении эмоций, для того, чтобы вы начинали не просто замечать, когда вы эмоционируете, да, на природу или в выгребную яму, но вы уже видите, как это все утилизировать, чтобы это не причиняло дискомфорт другим людям, да? И это же ваша задача, вы же сами только что выделили свои эмоции. Вот для этого есть легализация чувств, и легализация чувств, во-первых, она делается без эмоций, либо в состоянии благодарности, да, не либо, так оно есть, в состоянии расслабленного, равновесия, благодарности. И вы осознанно разбираетесь сами с эмоциональным фоном, не пытаясь своими эмоциями обмазать других людей. Если этот образ вам подходит, то вам легче дастся практика легализации чувств. Я не просто так этот жесткий образ сейчас рассказала Ирина, даже потухла бы, она привыкла к моим вот таким выражениям. Но просто, когда вы делаете легализацию чувств, типа, я сейчас на него легализуюсь, и ты понимаешь, я сейчас его дерьмом обмажу. Не надо этого делать, это не об этом, вы не поняли эту практику. Тогда возьмите образ с лесом, с выгребной ямой и с унитазиком, да, и поймите, что вам надо убрать за собой. Цивилизованное. Цивилизованное. А вот как вы это сделаете? Дальше вопрос тренировок. Но я думаю, такой подход вам облегчит задачу. Практика зеркала понятна. Вы понимаете, что вы, когда ее делаете, вы запрашиваете то, что вы говорите в зеркало. И вы говорите, я люблю себя, значит, вы запрашиваете, чтобы мир отразил вам, как вы себя любите. Я ценю себя, значит, мир отразит, как вы себя цените. И постепенно это вводится у вас до автоматизма. И потом вы просто, как будете проходить мимо зеркала, увидите себя, и просто у вас внутри сработает. Люблю себя. Автоматически. Автоматически мир будет отражать. Ой, она же себя любит. Автоматически. Значит, и мы, 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 мы ее все любим. О чем мы говорим. Вот, 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 это вот уже автоматическая сработка декораций, да, то есть вот это надо натренировать. Дальше, анкеты осознавания. Вот здесь, вот как не крутитесь. 5 секунд, подожди, перебью, дорогая. И вот поэтому практику зеркала надо делать искренне, а не то, что по бумажке, там, я себя люблю, нет, вот оно внутреннее чисто. По бумажке вы получите, что вас по бумажке любят, а потом вы по бумажке утилизируете то, что вы навалили. Да. Прости, перебила. Итак, смотри, наш поцелуй люди могут сейчас расценить. Отлично. Ну и цените, это ваше мнение. Дальше, все, что касается анкеты осознавания. Можно использовать анкеты радикального прощения. Мне не нравится слово прощение. В принципе, оно принимаемо, и это даже на низких уровнях нахождения человека в его сознании, когда человек закопался в вине и обиде, в разборке с самим собой. Там, у него такая игра жесткая и тяжелая. Все болеют, все страдают, и он не может из этого вылезти, потому что всем плохо, и он должен спасти все человечество, забыв о себе. Вот если вы в этих состояниях, то анкеты радикального прощения вам в помощь, и реально они будут хорошо работать. Но если вы все-таки уже вот эту фазу развития прошли, и вы смотрите, что все-таки есть вы, и вы себя все-таки уже видите в зеркале, и вы уже как-то контролируете свои эмоции, да, или осознаете, лучше сказать, свои эмоции, то тогда вам лучше подойдут анкеты осознавания. И, господа, пачечку 100 штук. Вот сразу печатайте соточку, чтобы вы сами себя не обманывали. Вот соточка лежит, сделали, сожгли. Соточку распечатали, сделали, сожгли. Если вы будете десяточками, то вы потом, ой, забудете, я, наверное, уже 10 десятков прошла, а в лучшем случае один, да? И это все ерунда, это не работает. И не работает. И хлопай ресницами и взлетай, и взлетай в самообмане. И последняя из практик, которая вот важна и нужна, это практика счастья. Держать состояние счастья всегда, везде и всегда, что бы с вами ни происходило, в какую бы игру вы не решились сыграть. Потому что счастье, снаружи вы можете проявлять любую эмоцию, важно, что у вас внутри. Можно находиться в состоянии счастья, истебаться как угодно, да? И, например, одеть на себя даже маску там злости или там печальки или еще чего-то, но внутри все равно будет счастье. Вот это надо натренировать, чтобы вы, чтобы струна ваша внутренняя, вот эта струна, которая формирует реальность у вас, да? На которой вы звучите, та, которая задает музыкальное произведение, которое вы исполняете в этой жизни, да? Вот эта струна, она должна быть из счастья. Потому что как только вы отходите от счастья, вас подхватывают нижние частоты и очень быстро устремляют ваше внимание в страх. И тогда ваша реальность будет формироваться из страха. Две крайние точки счастья и страха, кстати, когда выставляешь, ты их как раз и выставляешь. Две крайние точки, и они всегда есть, да? И только вы определяете, где и как вы будете играть, да? Если вы хотите играть в верхнем частотном диапазоне, тогда, господа, состояние счастья научитесь не контролировать, воспроизводить в себе, звучать на счастье. А для этого практика счастья утром, практика счастья в обед, практика счастья вечером. Это и есть тренировка и нарабатывание автоматического состояния. На самом деле, потому что мы все живем на автомате, на самом деле. Но можно просто управлять автоматом, то есть осознанно. Включать тот режим, что надо. Который надо, а можно неосознанно. И при этом мы все живем. И когда вы не знаете, что такое счастье, то вам в помощь наши заявки на счастье, их несколько коллективных погружений уже было. Потому что мы понимаем, какому количеству людей это надо. И разные подходы даны от более простых к более сложным. Хотя наоборот получается от более сложных к более простым. Почему? Потому что у людей работает программа ума. И очень многие говорят, ой, так там же очень мало было дано. Там дано состояние, но человек еще пытается что-то добрать умом. Ну, скормите мне хоть что-нибудь, чтобы у меня внутри поразговаривало. Вот такие заявки на счастье, где внутри еще была возможность поразговаривать, они раньше по времени у нас висят. Те, которые мы позже давали, мы уже даем для аудитории, у которой внутри наступило умиротворение, покой. И они говорят, ну, просто хотим быть счастливыми. И кайф. И эта жизнь, это вечный кайф. Они фиксируют это состояние уже. Фиксируют само состояние. Да, да, да. И тогда не надо много разговаривать, а именно важно зафиксировать само состояние. Поэтому выберите, какая заявка на счастье вам подойдет, и вы можете погружаться под нее. И, кстати, вот отсюда плавно перейдем к ответственности за жизнь. У нас есть очень хорошая обратная связь на эту тему. И вы знаете, сейчас даже открою, чтобы было перед глазами у меня. Мне очень понравился последний стрим, который вели девчонки. Оля Сергалеева работала и говорила с Евгенией Клепниковой. И более того, потом еще получили и письма на эту тему. И сегодня обратная связь опять пришла от мамочки на эту тему. Когда мы понимаем, что вот этот процесс осознавания на эту тему запустился. Он и в чате запустился, и у девчонок, и нами он поддерживается. И те люди, которые сейчас подключаются к инфодаймингу, они сразу через эту точку входа и входят. Дело в том, что когда человек начинает с нами взаимодействовать, у него есть момент, возьму я ответственность за свою жизнь на себя или не возьму. И чем раньше человек ее берет, тем быстрее результат. Но очень сложно взять. И мы понимаем, как это бывает сложно. И вот даже, я кстати процитирую, не отсюда, а вот отсюда. Здесь написала Ольга, у нее сын Никита. И она написала, у Никиты уже пошли изменения, там сики-каки, все. Кстати, мы детей сейчас упустили, пока говорили. То есть она пишет про это. И вот пишет. Я писала вам в конце лета, вы ничего не ответили. Я все понимаю, что сама не дорабатываюсь, знаю где. Благодарю вас. Хоть и обида была, что вы не отвечаете, но все не случайно. Благодарю. И Оля Клепнева, кстати, говорила в этом интервью, что был период, когда она ушла из инфодайминга, она на нас обиделась. Да? На самом деле, ребят, а вы знаете, вот как это выглядит, ваша обида на нас? Вот для нас, как мы ее видим? Нам тогда весело. Мы видим, как Дон Кихот с мельницами воюет, он там их пытается победить и так далее. Эти мельницы в вас. Понимаете, когда мы делаем консультацию, мы понимаем, что должен пройти определенный период времени, пока произойдет трансформация. То есть один момент, в психике освободилось пространство, это первые три дня. Второй момент, что еще будет качать программное обеспечение, это еще недели две. Когда поднимутся какахи, и они будут фильтроваться. Это еще недели две, это эмоциональный фон. Потом еще до месяца, плюс к этим двум неделям, когда у человека вот этот эмоциональный фон будет утихать, и он начнет, у него будут прояснения, вспышки прояснения сознания. Вот знаете, как он раньше смотрел через заляпанное зеркало, а потом раз, вот эту муть взболтали, а потом она раз, стекла. И так пятна начали появляться, здесь чистое, здесь чистое, здесь чистое, а потом оно раз, еще стекает, еще стекает, и вид на мир становится чище. И вдруг он замечает, блин, я не видела этого у своего ребенка, я не принимала этого, а здесь вот это, а здесь вот это. И получается, вот эта трансформация где-то полтора месяца длится. И когда нам пишут, особенно в этот период, мы понимаем, что, а что отвечать человеку? Подожди, посиди, тогда он сядет на попу и не будет работать, он будет ждать, у него включается состояние, я жду, пока они работают. Да не они работают, ты работаешь. Ведь тебе же надо взять ответственность. А когда ты игнорируешь человека, он на тебя обижается. Но в это время он работает. И до него доходит, и те, у кого есть куда доходить, тем доходят, те возвращаются, начинают работать. Те, у кого некуда доходить, а такое тоже бывает. Сколько раз мы встречали в психике, как прорастают деревья? Мы встречали березы, дубы, ясени, грабы, либо бабы, я не знаю, что это большое. Мы там много чего встречали, да, то есть заходишь и понимаешь, вот дуб. И дальше. А что делать с ним? И тупик, да? Мы, конечно, его тоже зачищаем, удаляем, но понимаем, что на самом деле, когда у человека такая жесткая система ценностей убеждений, как правило, низкочастотная, то следующий шаг – это позвоночник, да? Что если человека не гнет, то его ломает, да? И потом грыжи, вот те, кто имеют грыжи, вы подумайте, у вас, как правило, такие деревья и растут в позвоночниках. У кого есть проблемы на эту тему. Вот это все психика просто выдает такими образами, когда заходишь в информацию и понимаешь, что вот те, у кого дуб, тому бесполезно. А те, у кого молодая березка, то там можно чуть-чуть уже гнуть, да? Да, уже есть с чем работать. А есть те, у кого этого нету, и с теми можно достаточно гибко работать, и для тех, у них тоже есть эмоции, они тоже могут обижаться, злиться на нас, воевать с нами, хлопать дверями, уходить, приходить. Ну вот ушел, а потом снова здравствуйте. Ну ржешь потом. И понимаешь, человека поносило, походил, он попутешествовал, и своя земля все-таки родная возвращается, а то он не к нам, он возвращается к себе. А я что-то пока ты вот это все говоришь, говоришь, и вдруг какой-то у меня момент идет ассоциация, все, что ты говоришь с таблетками, с лекарством. Вот ты говоришь полтора месяца, да? Там за эти полтора месяца там где-то поднимается говно, там обиды, злости, да? Я сказала, какая? Ну какая, я сказала, да. А что делает, а таблетки что делают? То же самое, да? Смотри, только какой подход? Вот здесь ты сам, а таблетки у тебя химия внутри, но процесс один и тот. Ну точно так же булькает. Сначала булькает, да, поднимается, а потом уже начинает какая-то происходить. Это называется накопительный эффект. Да, да, да. Подняла, укомплектовала и положила обратно. Навозик уплотнился. Да, представляешь, вот на самом деле. Да, так оно так и работает. То есть через химию работает вот таким образом. Мы вот этот навозик, он булькает, и мы потом фух его в зачистку. Не надо навозик, не надо. Да, не надо. А химия, она его просто уплотняет и назад. Поэтому таблеток легчает и переходит в хроническую форму. Да, да, да. И потом следующую жизнь точно так же. А потом доформляется сознание. Да, оно и в этой, да. Еще отработало. Вот, ну в принципе по аналогу работает. Да, очень похоже. Вот, поэтому вот это все про ответственность за свою жизнь. И вот по ответственности, смотрите, здесь на самом деле очень важный момент, на который мы хотим обратить внимание. Это тоже по обратной связи от тяжело больных наших. Девчонки, мальчишки, есть люди, которые находятся сейчас в состояниях тяжелых. Да, и пока вы не взяли ответственность за свою жизнь на себя, вы не принимаете решение жить. Решение. Вы не принимаете решение жить. И получается, что вы как бы оттягиваете время своего ухода. Его можно оттянуть на год, на два, на десять, на двадцать, да. То есть это все оттягивая, оттягивая, оттягивая. Но насколько вам комфортно жить в больном теле? На самом деле вот это решение, оно внутри, когда оно есть у человека, мы заходим и понимаем, это будет жить, у него есть решение. А есть люди, вот с кем мы работали, и мы заходим и понимаем, там категоричное решение нет. Как правило, это когда... Там отказ. Отказ от жизни. Это решение, которое есть в коллективном, да, что это нельзя, это невозможно, там и так далее. И проще сменить тело. Суть же она вечная. Это как вы принимаете решение, пальто вы будете носить это или другое. И когда вы четко сказали, нет, это пальто не мое, все, оно вышло из моды. Я его меняю. Уже договориться невозможно. И мы тогда бессильны. И тогда говорить нам о том, что помогите, спасите, но мы можем заставить одеть ее, да. Мы можем ее заставить одеть, она еще проносит там год это пальто. Насколько она будет мучиться и говорить, блин, что вы меня насилуете, что вы меня насилуете. И у нас вот эти моменты, когда мы понимаем вот эти элементы насилия, для нас они очень важны, потому что есть момент, когда мы осознаем все у нее, у этой сути. Есть вариант здоровой жизни впереди. Есть вариант здоровой жизни. И зачем ее держать? То есть вот это насилие, это неприемлемо. Когда нету здорового варианта, тогда у тебя есть аргументы. Так у тебя даже аргумента нету. С какой стати ты ее держишь здесь? Поэтому вот это очень важные моменты. И когда вы внутри хотите жить, да, это точка, это четко ты видишь, да, я хочу жить. Это знание внутри. Знание. Это состояние знания. Я сделаю все. И я буду бороться до последнего. Это не желание жить, а это именно знание. Знание. Вот это состояние просто в себе отследите. Потому что мы всегда пишем честно. Вы знаете, вы от нас получали. У вас нет желания жить. Да? Вы не приняли решение. Мы даже пишем сразу. Желание жить – это одна тема. А вторая тема мы пишем. У вас решение уйти. Измените это решение осознанно. Поэтому те, кто с нами работают, знают, мы не обманываем людей. Мы всегда пишем то, что есть. И когда мы видим это решение, мы говорим. А эта информация, это первичная информация. Ее даже стажеры наши умеют брать. Это как только входишь в человека, ты ее уже видишь. Это первое, на что ты натыкаешься, входя в человека. Поэтому вот эти вот решения, их можно осознанно в себе отслеживать. И тогда внутри появляется такой вдох-выдох и точка-якорь. Да. Мне эта жизнь интересна. Я буду за это тело бороться. Я сделаю все, чтобы она жила. Все. И здесь не надо лишних слов, ничего. Это знание внутри. Знание, что это так. И тогда нам легче работать. И тогда вместе у нас получается хороший результат. А это, кстати, момент взятия ответственности за свою жизнь на себя. Полностью. Сто процентов. Вот сто процентов вы берете ответственность за свою жизнь на себя. И, кстати, вот у нас было две консультации. Тут же оговорюсь. Просто сегодня письмо пришло. У нас было две консультации, две семьи. В одном случае люди получили очень быстро гринку в Америку. А во втором случае в визе отказали. Второй случай. И тут же нарисовалась вторая дорожка. Как поступить, да, для того, чтобы приехать и жить со своей семьей. И вот человеку говоришь, а человек, а как, а вдруг будет вот это, а вдруг будет вот это. И как только человек начинает размазывать, а вдруг, да. Все, он уже размазал, а вдруг. Все, уже ничего хорошего не будет. Уже не делает. Он уже пошел куда-то. Ты уже ушел с этой дороги. Ты уже размазал. Когда ты знаешь, то тебе все остальное по барабану. То есть у тебя внутри знание и решение. Это тоже, это именно ответственность. Когда человек, он просто знает, он действует. И он действует. А когда, а вдруг, а может быть, ты даже не попробовал, а может быть, а вдруг, ну уже все. Уже привет. Вот эти моменты, они важны для бизнеса. Вот вы открываете, например, бизнес. И а вдруг получится, а вдруг не получится. А вдруг я что-то сделаю не так. Нет, я вот, я сейчас себя зажму, я осознаю, что они сказали, и я буду делать вот так вот. И у меня получится. Что они сказали. Что они сказали, да. И так хобана. Как раз и все. И вы вот эту всю какаху уже сжали, да. Чувствуете? Я специально с эмоцией говорю, чтобы вы могли это прочувствовать. А теперь смотрите. Я открываю бизнес. Мне похотит, что они сказали. Я знаю, что у меня все хорошо. Точка. И вот, кстати, здесь очень... Это другое состояние. Чувствуете разницу? Другое совсем, да. И здесь, кстати, очень хорошо работает вот это. Когда ты что-то решил делать, не распыляйся, да. Да. А действуй, да. Потому что есть возможность распылиться. А ты же ведь не знаешь, насколько ты силен. Вот насколько ты в своем решении силен, что ты хочешь этот бизнес. И ты начинаешь рассказывать, да, говорить. И тебя с разных сторон, ой, это такая сложность. А это вот так может быть. И ты начинаешь так раз твое внимание. Оно так пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. И все, и нет уже. Луча прямого нет. А когда ты четко знаешь, я иду. Я не завишу ни от кого. Я иду. И ты дел, действуешь. Дел. Все. У тебя пойдет. У тебя внутри знания. У тебя внутри интерес. Кстати, интерес это тоже об этом же. Когда у вас искренний интерес делать, да. То вы луч. То вы будете делать и все. А когда он не искренний, вы будете вот как раз таки и... спрашивать. А как там то-то? Или там я хочу вот это. Вот это тоже об искренности интереса или неискренности. Вот он, луч знания. Я иду. Делаешь. Все, у тебя получится. И, кстати, на эту тему. Вот как мы вот эти вопросы с интересом решаем в инфодайинге. У нас же целая команда работает. И плюс присоединяются люди, которые вот работают на платформе. Платформа-то работает у нас не только инфодайингу сейчас услуги оказывает. Мы ее откатываем. И для людей, которые с психологией, с экстрасенсорикой сейчас приходят, нам осталось найти одно техническое решение. После этого мы ее выдадим уже продуктам, да, аналогам зума. Так вот, по сути дела, одно, наверное, из таких ключевых глобальных решений, дорогостоящих, да, все остальное уже, в принципе, запущено работает. Так вот, когда начинаешь взаимодействовать с человеком и видишь, вот у нас есть тема. На этой теме можно зарабатывать, можно открыть новое направление. Интересно оно мне? Я говорю, нет, у меня инфодайинг. Ирина, а тебе, Ирина? Нет, у меня инфодайинг. Кому интересно? И так, тык-тык-тык, тут один говорит, мне интересно, моя тема. Пошел. Все, в течение суток прописывается все, что надо, и пошла работа, да. И вот, а вчера, например, ехали, у нас два решения, еще два бизнеса можно открыть, два направления. И я ехала в машине и думаю, ну, блин, ну, надо кого-то искать, еще что-то. А как только концентрируешь внимание, кому это может быть интересно? И так раз человек, раз человек, один телефонный звонок, и все, и пошла в работу. Потому что знаешь, что там у человека этот интерес, что это его склад, ему это интересно, ему интересно в этом направлении развиться. Но четко только за интерес, потому что тогда в луч внимания и тогда время раз и схлопывается, и человек ловит кайф, и потом говорит, слушай, так это вот так, вот так, и это делается быстро, 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 да, это быстро. А если бы я это было делала, я бы размазывала, я бы звонила, узнавала, вот, и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, языком расплескала, расплескала, и потом я такая важная надула пустоту. Я же этой темой занималась, но это пустота. Все, пустота. А в пустоте нету интереса. Все, заполнила пустоту, распылила ресурсы, больше ничего нету. Вот, это об этом. Поэтому четко концентрируйте внимание на интересе, и когда оно у вас концентрировано на интересе, вы будете знать, насколько вы будете результативны, и будет ли успех. А успех будет тогда, когда вы приняли решение и поставили точку. Да, у меня успешный бизнес. Слушай, у нас опять лекции, получается, вместо того, чтобы кухню нормально отдавать. И еще у нас на этой неделе, вот, сегодня у нас планируется практикум, практикум называется подъем кармы. А перед этим у нас в 6 часов будет стрим. Нет, из глубины. Подъем кармы из глубины. Нет, это семья из глубины завтра, а сегодня подъем кармы. И будет еще стрим, у нас стрим будет, так все-таки есть судьба или нет судьбы, да, то есть есть ли предопределенности. Мы вот на эти все вопросы по предопределенностям, по судьбе, и как это все проявляется в жизни, мы ответим на эти вопросы. Причем, понимаете, когда мы говорим, мы ответим, ну, я не знаю, относитесь к нам как хотите, но мы просто сидим в глубинах психики, и мы реально видим, как это все формируется. Вот просто видим, как это формируется, да, и ищем варианты, где можно вклиниться. Потому что, вот представьте, у вас транслируется фильм, вы находитесь в кинозале, да, вы не везде можете вклиниться, потому что если вы в определенный момент и вклинетесь, там руку подставите, вы увидите тень на экране, и вы испортите весь фильм, да. А вам надо поменять именно кусочек сюжетной линии. Вот эти моменты, их не везде можно вклинить, не везде можно вставить, есть условия, когда это можно сделать, когда нельзя. Фильм транслируется у всех. Фильм транслируется из двух источников информации, из родовой и из кармической. И образует так называемые диски, да, информационные. Вот эти два диска поочередно включаются, один, второй, один, второй, один, второй. И у человека это транслируется в виде сюжетной линии. И вот как вклиниться туда и как вклиниться туда, просто отключить родовый, например, сюжет, можно отключить, останется диск кармический. Если отключить кармический, вы не можете не смотреть фильм. То есть у вас тогда автоматически включится родовый. Родовый обязательно. И включится, а вот как он включится, на какой частоте он включится и какую сюжетную линию он будет транслировать, вот здесь уже интересно, да. И вот эти моменты мы раскладываем, куда можно вклиниваться для того, чтобы вложить ту информацию, которая нам нужна, для того, чтобы она проявлялась. И потом мы обрезаем сложные моменты и упрощаем, чтобы человек мог туда прийти, не проделывая тот длинный путь, который проделывали мы. И вот этому мы учим, отвечаем на вопросы, показываем, рассказываем. В принципе, наверняка все вы смотрели фильм «Секрет», но там больше, конечно, акцент на визуализацию, на то, что как раз-то и не работает в психике. И потом там акцент на вот эти состояния счастья, воодушевления и так далее. Это прекрасно, именно это создает счастливые сюжеты. И именно это позволяет потом присвоить себе, своему сознанию вот этот момент созданное счастье. На самом деле это действительно создало ваше сознание, но совсем не так, как вы предполагали. Вот эти моменты мы просто раскладываем, как оно реально работает. Ответим на ваши вопросы, на те, что зададите. И потом у нас будет практикум, он называется «Подъем кармы». Это практикум. Мы будем учить вас это делать, потому что подъем – это не один раз в жизни вы делаете. Подъем – это многократная штука, которую вы можете делать сами, не надо наша помощь, когда вы просто входите в определенное состояние сознания. И просто задаете вопросы по тому, какая сюжетная линия вам сейчас светит, и вы ее меняете, трансформируете на другие. То есть у вас может идти сюжетная линия, например, «Я устраиваюсь на работу». Вопрос, сюжетная линия, как долго будет идти это, как будут проходить собеседования, примут вас на работу или не примут, так далее. Результативность разная, она зависит от того, на какой частоте она идет. А она может идти у вас, например, по карме вам подкачиваться, что вы должны встретиться с таким-то человеком и провзаимодействовать с ним на таких-то условиях. Вот эти условия можно менять. Вот чем выше частота, тем можно заменить сюжет. Но кроме того, что заменить сюжет и не просто частота, можно вставить сюжет. Вот эти вот моменты, сегодня мы будем с ними работать. Да, с практиком обещают быть интересным. И у нас планируется с завтрашнего дня курс «Семья из глубины». Почему мы считаем этот курс очень важным? У нас на курсе будет дана одна очень-очень большая наработка, которую мы не давали никогда, но которую мы очень долго... В принципе, мы даже думали, давать или не давать, потому что благодаря этой наработке можно отправить человека на тот свет, а можно не отправить. Вот я просто так оговорюсь. Ну, можно ему продлить жизнь, а можно укоротить жизнь. Ну, ты же даешь нож в руки. И мы не хотели его давать. Но при этом, когда мы это дело осознаем, мы осознаем степень ответственности, потому что в каждом человеке мы видим свое зеркало, и наши зеркала должны быть здоровые. Наши зеркала должны быть здоровые и счастливые. И давая нож в руки, мы обучаем пользоваться этим ножом, чтобы вы действительно выстрогали, что надо, порезали, что надо, кушать приготовили себе хорошо, увидели здоровое отражение свое, да. Но ни в коем случае не в обратную сторону. А что делать, если здесь есть и обратная сторона, как и у ножика? Здесь она есть. То есть вот эти вещи мы будем объяснять, показывать, рассказывать. И на курсе семья. Почему семья? Потому что это ваши первые зеркала. Это те зеркала, в которых вы смотритесь глаза в глаза и видите каждый день себя. Это те зеркала, которые вы сами воспроизводили для самого себя и выбирали для самого себя. Ближайшие. И именно когда, почему именно вот эти инструменты будут даваться на этом курсе? Потому что вы будете осознавать ценность инструмента и невозможность применения во вред. Это важно именно не понять умом. Это важно осознать, прожить и прочувствовать каждой клеточкой тела. И поэтому это все сопряженные вещи, да. Курс будет невероятно интересным и очень-очень глубоким. И глубже него есть еще только курс «Дети из глубины». Он будет через две недели. Это следующая глубина. И после этого вот эта глубинная часть, она подходит к завершению, потому что мы, по сути дела, разложили полностью все. И книга «Глубина», она тоже, она уже подошла к завершению. Мы сегодня уже, по сути дела, разложили, чем она закончится, вот на каком материале мы останавливаемся. И мы просто все четко скомпоновали, понимаем, это законченная глубина. И если вам вот эти темы интересны, просто подключайтесь. Там будет даваться психотехническая база. На курсах специально перед курсами есть предподготовка. Вы можете ее освоить перед курсом, вы можете освоить ее после курса. Но на курсе она, вам будет легче, если вы ее освоили до курса. Вот. И на курсе мы будем индивидуально работать с каждым. Поэтому группа маленькая. Группа маленькая, оптимальная группа 15 человек, максимально вообще допустимая 20, выше нельзя, потому что иначе будет неэффективно. Ну вот как-то, наверное... Не неэффективно, а просто времени не хватит. Ну, времени не хватит, чтобы со всеми поработать. И тогда получается, что человек как бы платил, а деньги потратил не очень эффективно. Потому что все-таки мы предполагаем и индивидуальную работу. Дело в том, что индивидуальная работа тут нужна не для того, чтобы кого-то проработать. Здесь нужна работа по изъятию осознавания, по тематике, и чтобы вся группа изменила сознание и смогла углубиться за счет этого. Работая с каждым, отрабатывают все 20. Отрабатывают все. То есть вот этот момент осознания, когда тебе потом не надо этот опыт проживать в жизни, но ты можешь помогать людям, у которых есть аналогичные проблемы, вот это дает возможность углубиться и уйти еще глубже в себя. Еще больше почистить свое же собственное зеркало, делая его прозрачным. Ну вот, наверное, и все на сегодня. Мы про детей так не рассказали, но, в принципе, что-то рассказали. Смотрите, по детям все хорошо. В чате все написано, мамки, вы читаете. А еще помните, что Оля Сергалеева начала ввести уже Инстаграм. Да, вы будете слышать «Живых мам». Это вместо фильмов. Это вместо фильмов, потому что я сама посмотрела Инстаграм. Спасибо вам большое, девчонки. Вы вообще невероятные молодцы. Когда вы это дело делаете, вы помогаете сотням тех людей, которые будут приходить, смотреть и осознавать. Вот на эту тему я, кстати, закончу на позитивной ноте, прочитаю одно сообщение. Вообще, я не планировала его читать, я спрашивала для себя, но просто она сейчас ложится в контекст. Мы отдаем наши книги на коррекцию, и я сегодня задала вопрос корректору. Человек вообще далекий от этой темы, вообще посторонний человек, причем человек из Беларуси, когда человек живет своей жизнью, да, и делает свою работу. И ему вообще пофиг на все, что он вычитывает и знает вот из того, что он работает, да. И просто задали ей вопрос. Вот вы сами, вычитывайте книги. Мне интересно мнение со стороны, что вы о них думаете? Насколько они читабельны или интересны? Да, вот это прозвучал вопрос. И ответ. Мне, например, интересно. Очень много для себя взяла. Многое вообще по-другому воспринимать стало. Спокойнее реагирую на какие-то моменты. Думаю, полезно почитать. В любом случае, задумываешься после прочитанного, как минимум, о своем поведении. А тем, у кого есть дети, это вообще может быть как инструкция. Даже если не углубляться, не вникать прямо в самую суть, заставляет задуматься о воспитании. Вот. Вот это взгляд постороннего человека, который вообще не в теме. А в силу профессии ей приходится просто вычитывать. Вычитывать наши книги. Вот она вычитывала нашу последнюю книгу по чату, которую собралась, соединила в единый текст Александра Зайцева. Вот эта книга тоже выйдет вместе с инфодайвинг знания, инфодайвинг глубина, инфодайвинг практика. Эти книги все выйдут вместе. Одновременно, я думаю, перед Новым годом. У нас будет заказ сразу на четыре книги. То есть издательство как раз закончит нам печатать. Они сейчас новое оборудование доустановят. Отдадут нам предыдущий заказ оплаченный. И мы делаем следующий сразу на четыре книги. И вот тоже мои знакомые начали читать тоже первую книгу. Не один человек, а несколько. И тоже люди, они совершили, вот как и корректор, то же самое. Они просто вот дай мне почитать свою книгу. И ответ был абсолютно одинаковый у всех. Шок. Потому что, говорит, просто глаза открываются, как я могла быть слепой такой. Уже вот первая книга, вот эта белая коллективная. Ой, нет. Инфодайвинг над сознанием. Эффект разорвавшейся бомбы. То есть еще надсознание, оно получается, вводит в ступор. Подсознание сеет сомнения. А когда человек выходит в счастье в эту книгу, у него начинает включаться мозг. Он начинает включаться мозг, и он задумывается, блин, как я живу, как я сплю. У него идут проблески сознания, а потом возникает желание жить, возникает желание проявляться, возникает желание творить. Самое важное, что человек вспоминает, что он вообще-то в этом теле бог. Блин, в этом теле произнесла и не могу. Вот просто сегодняшние наши наработки, мы просто уже грузились, перегрузились сегодня. Вот насколько, мы как раз говорили с Ириной перед записью, насколько в религиозных течениях обесценивается физическое тело. Невероятно. Это оно грешное, оно ненужное. Оно грязное. Оно грязное. О духе, о выносе. Оно грязное, да, надо стараться в этой жизни быстрее уйти, чтобы покинуть это бренное тело. Да, йоги там садятся, выходят в астрал, ментал, анал, блин, куда они только не выходят. И вот понимаете, а на самом деле, а без этого тела ничего нет. Это самое бесценное, самое дорогое. Самое дорогое. То есть вот момент, когда человек умирает, пересекает черту, у него тух, удар, последний удар сердца. И у него в сознании тут же тух, следующий удар сердца. Но это уже... Другое дело. ...в матке следующих родителей. И времени у ребенка нету до момента, пока он не увидит вспышку света. Сознание перетекает, тух, свет, и пошла следующая жизнь, следующая, следующая. И мы это не просто знаем, мы эти циклы расписали в своих книгах, рассказали, как это происходит. Мы их и туда залезли, и туда. Вот просто так человек туда не залезет, потому что открывается изнутри. Но если ты хотя бы один раз был, то тебя пускает. И мы вот эти все вещи, благодаря тому, что нам открыли, нам показали, у нас была возможность попасть, прожить все, мы теперь это все рассказываем, показываем и так далее. Потому что, в принципе, открываем мы себе сами, только из-за зеркалья. То есть вопрос, как мы туда попадаем, как мы можем войти в эти состояния сознания, как мы понимаем закон парадокса, как, 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 и у каждого будут свои решения, но вот те решения, которые мы предлагаем, мы говорим, что, ребят, начинайте с физического тела, заботитесь о нем, это то, что у вас единственное есть в проявленной жизни. Это та ваша черта. Это ваша черта, которую вы перейдете, когда вы будете уходить. И обесценивая это тело, не любя это тело, не ухаживая, рискуя им, да, бездумно ради адреналина, еще ради чего-то. Я, когда смотрю на все эти прыжки, на все эти экстремальные виды спорта и так далее, я понимаю, ребята, это обесценивание тела, это обесценивание жизни, это имеет последствия, и это глобальное последствие. Подумайте каждый раз перед тем, как вы будете обесценивать тело. Не убить его, не ухаживать, не кормить, не поить, не заботиться. Есть условия, при которых это тело будет работать оптимально, будет здоровым, будет счастливым. Это и правильное питание, и правильный уход, и правильная забота о нем, и физические нагрузки определенные и так далее. Это о здравомыслии. Это о здравомыслии. О разуме. И этот разум должен жить в вашей реальности каждый момент здесь и сейчас. И вот на этой ноте мы заканчиваем сегодня. Спасибо, что были с нами. До следующего понедельника. Кстати, там тоже будет коллективное погружение. Да, там будет. А там, по-моему, про ответственность. Там вообще будет крутое погружение. Сейчас, пока Ловка не пришел отключить камеру, сейчас я скажу, какая будет. Точно? Ответственность за жизнь. Смотри, как даже тему. За жизнь. До встречи, друзья. До встречи. Вот это да.